Чтобы долго разобраться с тем, как строится система, определяющая жизнь, нам придется сначала разобраться с тем, как устроено любое вещество на нашей планете. И не только на нашей планете, а в космосе. Начинаем мы с вами первый тематический блок на строение вещества. Где дробь в сок сахар? У куска сахара какие-нибудь свойства есть? Какие свойства куска сахара вы можете назвать? Растворимость в чем? Водя. Славное. Растворимость еще? Сладкий вкус. А еще то, что вам не приходит в голову. Сахар – это неплохое топливо. Ну, правда, только дурак будет топить печку сахаром. Ну, а вообще-то тепла вы получили бы примерно столько же, сколько получает тепла сжигает брова. И, кстати, выделяться будут ровно те же самые вещества, которые при сжигании было. Вода и увлекислый газ при горении сахара. Ну, и еще целый ряд всяких других свойств. Вот у него есть свойства с куска сахара. Теперь я беру его, развязаем на две половинки. Одинаково. Другую половинку еще в половину развязываем. Существует остальность перешивания. Еще в половину. Ага, идея хорошая. Можно до бесконечности резко сахара. Пока не дадим я там. Вот. Дело в том, что проведя очередное деление, вы получите неожиданный результат. Так, свойства полученных частей резко изменились. Не просто чуть-чуть, а сразу резко изменились. Исчез куда-то сладкий вкус. Возникла возможность вступать в такие реакции, в которые сахар не вступал. В чем дело? До этого делили, делили, делили. Свойства оставались одинаковыми. Дошли до малюсенького предела, малюсенькой порции вещества. Поделили эту порцию. Свойства резко изменились. В чем дело? А вы слово молекулу слышали? Ага, вот давайте запишем. Мельчайшая единица вещества. Мельчайшая единица вещества. Сохраняющая все его химические свойства. Молекула. Называется молекула. Ну и кто может объяснить, почему в нашем примере при очередном разрезании свойства изменились? Мы разрезали молекулу? Именно так. Мы разрезали молекулу. А это значит, что мы получили вместо нее другие молекулы. Вот и у них такие же свойства, как у исходной большого. Свойства сразу изменились. Но раз молекулу можно разрезать, значит она состоится из каких-то еще более маленьких деталек. Как называются эти детали? Атомы. Итак, атомы. Мельчайшая. Химически неделимая. Мельчайшая. Химически неделимая. Часть вещества. Что это значит? А это значит, что не существует на свете ни одной химической реакции, при которой атомы могли бы меняться. Как можно себе представить? С конструктором Лего когда-нибудь дело имели? Да. Ага, славно. Там все детали одного типа или разного? Разного. Значит ли это, что из этих деталей можно собирать только одну конструкцию? Нет. Нет. Разное количество в разном порядке соединяем, получаем разную конструкцию. Хорошо. Но сами детали скрепно меняются или нет? Нет. А вот детали остаются нижними. Вот та конструкция, которую вы собрали, не будет молитвом. А каждая деталь как? Атом. Атом. Совершенно верно. В ходе химических реакций атомы могут просто менять, либо разрывать взаимосвязи, либо образовывать новое, но так же, как с детальными конструкторами. Вы их можете соединить, как вам нравится, либо разъединить, так. Примерно так из атома строится молекула. Но сами атомы при этом не меняются совершенно. Слово «атом», слово греческого происхождения, оно попробуйте перевести на русский. Немельчайший. 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 А отрицательная частица. Отрицательная. Неделимый. Неделимый. Атомы. Неделимый. Итак, до самого, до второй половины XIX века, так и считали, что атомы – это первокирпички, из которых все построено. Ну вот, нам достался гигантский конструктор Лего, включающий разные-разные атомы, и все тела на свете состоят из разных группировок, этих неделимых единичек. Но ближе к концу XIX века обнаружилось, что игра сложная. Любой атом сам по себе сложно устроен. И его можно разделить. Но для этого нужны уже не химические процессы, а другие. Физические процессы. Ну, самый известный, самый разрушительный пример ядерной реакции, не химической, а физической ядерной реакции – это срабатывание системы в атомной и водородной бомбе. Вот во время этих физических процессов происходят перестройки атомов. Энергия при этом выделяется гигантское количество за очень короткое время, что приводит к разрушению на огромных территориях. И вот, прежде чем возиться с клетками, с веществами жизни, с структурами жизни, надо сначала забраться с тем, как же устроены эти терпичи, из которых любое вещество собрано. Как устроены атомы. Итак, тема в рамках блока строения вещества. Строение атомов. Во-первых, общее название деталек, из которых собраны атомы. Кто знает, как называются детальки, из которых собраны атомы? Атомы. Плохо. Плохо. Атомы. Атомы. Общее название. Вы частное название говорите. Частицы. Какие? Песа. Общее название. Элементарные частицы. Элементарные частицы. Вот те детали, из которых сконструирован любой атом. Элементарные частицы. Элементарных частиц на данный момент известно огромное количество. Но учтите, что уже полвека как представление о строении атомов изменилось очень резко. Вы в школе будете проходить старую планетарную модель атома, с которой уже давным-давно никто не работает. Потому что она плохо работает. Но более новая квантовая модель можно понять, если хотя бы чуть-чуть есть представление на простом, элементарном, на планетарном. Поэтому мы с вами возимся как раз на планетарном. Почему так назвали эту модель? В рамках этой модели, предложенной Министерством Ворума, атом выглядит примерно как Солнечная система. Что является центром Солнечной системы? Солнце. Солнце. А вокруг? Планеты. Планеты стоят на месте? Нет, они стоят в Солнце. Вокруг Солнце. Круговая траектория. Чудесно. Согласно планетарной теории атома, как обстоит дело? В центре атома находится ядро, которое внутри атома никуда не перемещается. Оно так здесь стоит. А вокруг ядра висит электронное облако. А вокруг ядра электронное облако. А как относится вот этот размер, диаметр электронного облака, к размеру самого ядра? Во сколько раз электронный облако, ну, на схеме видно, что он больше ядра, во сколько раз больше? Вы футбольное поле, представляете? Да. Вот размер настоящий. Ну, те, кто живет в Москве, стадион-бужники, представляете? Ну да. Ага. А вот теперь в центр футбольного поля вы положили вишенку. Вот это и будет соотношение между размером электронного облака и ядром. Вот это вишенка в центре поля, ядро. А вот это размер электронного облака, весь стадион. Вопрос. А что находится вот здесь? Вот здесь ядро. Вот эта электроэлектрия движения электронов. А вот здесь? А заодно здесь. Какие руки? Поднять руки. Электроны. Вот мы ограничили зону нахождения электронных. Вопрос здесь что? Сюда электроны вроде как не вылетают. Ничего. Совсем ничего. Как в физике называется совсем пустое пространство? Вакуум. Итак, как это ни странно, на 9,9% из чего состоит атом? Любой атом. Из вакуума. Конечно, из вакуума. Хорошо, я беру пуговую гирю. Видели когда-нибудь пуговая гиря? Чугунная, да? Тяжелая? Да. Тяжелая. Я взял, поставил на пару. Вопрос, из чего состоит атом пуговая гиря? В основном. Из вакуума. Из абсолютной пустоты. Вопрос, а откуда же тогда взялся пуговую гирю? Почему она тяжелая? Пустота ничего не везет. Вес всех ядер. Электронные облака почти ничего не везет. В химии их массы вообще напрягают. Все дело в том, что плотность частиц, из которых устроено ядро, просто чудовищная. В нашем привычном макромире подобных плотностей нет. Мы даже представиться себе не можем. Вот если бы удалось взять и собрать, напить полный спичечный коробок одним только веществом ядра, догадайте, сколько бы он весил. Не поднимало. Очень много. Что же происходит земной шар? Плотность частиц, из которых стоит ядро, гигантская. В привычных нам объектах таких плотностей не бывает. Почему? Потому что ядра отделены друг от друга гигантскими пространствами вакуума, пустоты. Масса очень сильно размазана. Так, вот это ведь почти ничего не есть. Все у нас вот здесь. Итак, вот мы немножечко о таких не очень сходу понятных свойствах атома поговорили, как о огромной плотности частиц и о том, что вообще-то структура почти совершенно пустая. В малюсенькой точке пространства светоточено нас. Понятно? Ну, а сейчас для начала разбираемся с вами с самым простым атомом на свете. Кто знает, атом какого вещества устроен проще всех? Водород. Водород. Итак, водород – химический знак. Аш. 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 Хидрогеневый. Это вот то, как обычно изображают. Примерно такое изображение на доске у нас. Ну, а дальше поедем с некоторой игровой модулей. Вот мама, а вот сынок электрон. У электрона огромное количество энергии, и он носится по кругу все время. Электрон очень любит маму, поэтому притягиваются к ней. Мама все время на месте, она никуда не бегает. Но она при этом очень любит сына. Здесь мы сталкиваемся с важнейшим понятием. Вот давайте назовем любовь между элементарными частицами другим словом. Не словом «любовь», а словом «заряд». Отлично. Мы могли бы его назвать, на самом деле, не «зарядом», а «вкусным». Или, я не знаю, цветом, запахом. Как угодно. Но люди решили вот эти отношения между элементарными частицами называть «зарядом». При этом величина любви мамы и сынка совершенно одинаковая. Они любят друг друга одинаково сильно. Величина заряда электрона равна величине заряда протона. У них взаимная любовь, все слово. И вот эта величина считается единицей заряда. Все остальные заряды будут мерить, исходя из силы, а точнее величины заряда, электрона или протона. Учтите, что по отношению к заряду не используется термин «сила». Посмотрите, вот нижнюю строчку. Какой термин? Какая характеристика у заряда бывает? Величина. Величина. Считается, что величина заряда у протона и электрона единица. Вы сами подумаете. Да, каждый из вас, конечно, любит своих родителей. Отлично. Ну, как вы считаете, ваша любовь совершенно такая же, как любовь родителей к вам? Или это что-то другое? Ну, я думаю, интуитивно понятно, что это все-таки две разные вещи. Для того, чтобы отличить отношения между элементарными частицами, им приписали разные значения. Ну, если бы называли не заряд, а вкус, допустим, то говорили бы, там, я не знаю, мама обладает единичным синим вкусом, а сыночек обладает единичным красным вкусом. Ну, а по отношению к зарядам не цвета используются, а какие знаки? Плюс и минус. Две стрелки, указывающие направление притяжения. Если заряда разная, с разным именем, плюс и минус, то возникают взаимные притяжения. Причем, кто кого притягивает? Как ответить на вопрос, кто кого притягивает? Плюс притягивает минус друг другу. Они друг друга, конечно, притягивают. Причем, всего притяжения сына, величина притяжения сына и величина притяжения мамы. Разные или одинаковые? Одинаковые. Совершенно одинаковые. Взаимное притяжение. Такое притяжение между разными зарядами в физике будет называться электростатическое притяжение. Электростатика. Это притяжение между разноименными зарядами. Слово притяжение, ведь такое, бытовое, используется в двух совершенно разных значениях. Вот это электростатическое притяжение. А какое еще бывает? Притяжение, для которого заряд, ну, просто совершенно не важно. Прошу. Я взял кирпич вот так вот, да, и отпустил. Что с ним? Земное притяжение было. Ага. А вот земное притяжение. Каким физическим термином? Станция. Гравитация. Вот это два совершенно разных процесса. Гравитация – одна природа, одни причины. А у электростатики – другая природа. Итак, электростатика – это притяжение разноименных зарядов друг к другу. А гравитация – это другое явление. Поехали дальше. Ну, подумаем. А если встретится два одноименных заряда? Как по-вашему? А что можно сказать о силе отталкивания между одноименными зарядами? Она равна чему? Сила отталкивания между двумя единичными одноименными зарядами. Она сила разноименного заряда. Сила какого процесса? Присягивается. Сила притяжения, конечно. С какой силой будут притягиваться два разных именных единичных заряда? Ровно с такой силой будут отталкиваться, если они одноименные. А это значит, можно ли взять и собрать в одну зону пространства много-много частиц, имеющих одинаковый заряд? Нет, нельзя. Нет. Они оттолкнутся. Оттолкнутся друг от друга. Электростатика их разгонит в разные стороны. Обратите внимание, здесь уже видно на этом кадре. Летает ли электрон просто по кругу вокруг ядра? Или он все время имеет направление? Спасибо. Ага. Лосфея, скорее всего. Да, конечно, лосфея. И вот теперь совершенно фантастическое свойство любого атома. Как хорошо, а с какой скоростью движется электрон? Ну, это бесконечное. Скорость света. Больше. Скорость света. Сколько это? Чуть меньше 300 тысяч километров в секунду. А кто знает, какой длинный экватор земного шара? 40 тысяч. 40 тысяч километров. Солнечные лучи вообще свет распространяются всегда строго по прямой. Но если бы свет умел вот так закругляться, двигаться вокруг земного шара. И пока вы скажете раз, сколько раз солнечный луч успеет, кого лучше, обезжать вокруг земного шара? То есть сколько мы говорим раз? Не три. Вы за сколько секунд сказали? За сколько будет экватор? Экватор 7 с половиной. 40 тысяч километров. 7 с половиной раз. 7 с половиной раз вокруг земного шара за одну секунду. Да? Либо второе удобное вещь, что представить себя. Примерно на таком расстоянии Луна от Земли. То есть свет за одну секунду... То есть мы видим, что мы ждем воздания по одну секунду. Да. Именно так. Поэтому считается, вот с такой скоростью, кроме света, хранятся еще радиоволны. Но дело в том, что природа радиоволн и света, на самом деле, очень склонны. И то и другое электромагнитное колебание. Поэтому считается, что в рамках планеты радиосигнал проходит без затраты времени. Малая доля секунды в любую точку темного шара радиосигнал спевает дойти. Наша скорость движения гигантская. Хорошо. А теперь... Это скорость движения электрома. А какого размера орбита его? Небольшая. Небольшая? Это миллиметр, как выясните. Не, миллиметр это очень много для него. Там последняя строчка. Ребят, миллионные доли. Какие миллионные? Чтобы не соврать. Сто миллионные доли миллиметров. Так, сверхмалюченькая сфера. Догадайтесь, пока вы говорите раз. Успел побывать у Лепон? Везде. Везде. По одному разу. Понятно. Да по миллиону раз. В результате можно взять вот так, тыкнуть пальцем и сказать, вот здесь сейчас электрон. Не, нельзя. Электрон размазался по орбите. Это же вся орбита из одного электрона состоит. Имя? В данном случае да. В данном случае да. Поэтому говорят, что электрон представляет из себя электронное облако. Так, часть пространства, в которой находится электрон. Перемещается он слишком быстро, для того, чтобы можно было так, тычком что-то указать. Хорошо. Размазался. Какой заряд будет иметь эта часть пространства? Минус один. Конкретнее, не просто отрицательнее. Минус один. Да? А ядро, состоящее из единственной мамы протона, плюс один. Все сложно. Ну а теперь, это мы с вами разбирались с самым простым атомом на свете, с водородом. Попробуем смотреть, как сделать более сложный атом. А делается он вот как. Для этого надо взять и сюда засунуть два протона. Тогда, сколько электронов такой ядро сможет удержать на орбите? Два. Два. Сила притяжения одного достаточная, чтобы удерживать один электрон. Вот такая парочка может держать два электрона. Но что должно тут же произойти? Они оттолкнуться должны. Смотрим дальше. Появляется новый тип элементарных частиц. Нейтроны. У нейтронов нет никакого заряда. То есть, они не притягиваются ни к протонам, ни к электронам. Но вот такое объединение, когда, грубо говоря, между протонами находятся нейтроны, является устойчивым. Дело в том, что между вот этой компанией, которая стоит хороводом, возникает могучая сила взаимодействия. Которая настолько больше привычных нам сил, что даже трудно и представить. Их такое будут называть сильное взаимодействие. Такая компания оказывается устойчивой. А масса у них такая же, как, соответственно, масса у протонов. Славно. Двинем мы здесь дальше. Масса примерно равна массе протона. Вот это важная единица, с ней мы потом будем много работать. Атомная единица массы. АЕМ. Это масса протона или масса нейтрона? Вот такое ядро. Какую массу будет иметь? Два протона, два нейтрона. Четыре. Четыре. Четыре атомные единицы. Двойка от двух протонов и двойка от двух нейтронов. Называется такой элемент будет девять. Второй элемент по счету. Электрон один из. Нее. И с электронной орбитой сейчас и будем возиться. И здесь будет следующее усложнение модели. Смотрите, что должно произойти. По идее, мы в одну и ту же область пространства пробуем засунуть две частицы с одинаковым зарядом. Минус единицы. Что должно произойти? Должно оттолкнуться. Должно оттолкнуться. Просто по определению взаимодействия частицы с одинаковым зарядом. Смотрим. Не все электроны одинаковые. Вот такая характеристика, которая отличает электроны друг от друга, называется спина. Единственное число, кстати, не спина, а спина. Вот если у электронов разные спины, то что произойдет? Не случайно я нарисовал мальчишку и девчонку. У электронов бывает только традиционная ориентация. Образовывать пары с участником своего спина ни один электрон не будет никогда. Но зато, если у двух электронов разная спина, взаимодополнительная, то образуется электронная пара. И они вместе, парочкой... Кстати, в рамках этой орбитали догадайтесь, какое положение они будут занимать. Всегда. Диаметрально противоположные. Вот они вдвоем образовали одного улока. Еще раз. Относительно ядра? Относительно ядра, конечно. Центром отмом что является? Центром. Ядром. Вот если сквозь ядро провести диаметр, то на двух концах, в исчезающий малый момент времени, будут находиться два электрона, такой вот, сдвоенный орбитально. Ну а теперь смотрим, опять же, на понятном для вас уровне. Вообще-то, родители должны тратить свою энергию на заботу о детях. Должны или не должны? Должны. Должны. Ну а как по-вашему, если у семьи только один ребенок, который взаимодействует только с мамой. На это взаимодействие мама тратит много сил? Да. А если у ребенка появляется пара, в которой он заинтересован, надо ли маме тратить столько же сил на свое чадо? Нет. Нет. В том-то и дело, остается некоторый запас сил у ядра, если на орбите два электрона с противоположными спинами. В более выгодном положении находится ядро водорода или ядро гелия? Ядро гелия. Почему ядро гелия в более выгодном положении находится? Потому что имеет два электрона. А потому что на облаке два электрона, а это энергетически выгодное состояние. А вот ядро водорода в менее выгодном состоянии, там только один электрон. А может ли это третий электрон? Пробуем усложнить акцию. Добавим еще один протон. Будем нейтрон и протон. Близь при третий электрон на эту орбиту. А почему? Кто может объяснить? Спин надо будет поднять. Ребят, конечно, спин ведь. Кого вы добавляете? Еще одного мальчишка? Кого выгонят? Потому что электрон с одинаковым спином, конечно, оттолкнув. Хорошо, еще одну девчонку добавляем. А уже имеющаяся на орбите девчонка выгонят. Одинаковый спин, не место в этой части пространства. Значит, правило какое? На одной орбитале сколько электронов может находиться? Два. Либо один, как в водороде, либо? Два. Два. Да? А больше может находиться? Нет. Нет, не может. Не бывает. Нет, а четыре может быть? Нет. Нет, не выйдет. Давайте-ка вы себе сделайте вот такую табличку. Указываем. Основные характеристики тех элементарных частиц, которые мы разобрали. В первой колонке название частицы и ее обозначения. Электроны Е-, протоны P+, нейтроны N0. По второй колонке заряда. Электрон единичный, отрицательный, протоны единичный, положительный, нейтрон нулевой. Третья колонка скорость по отношению к самому атому. Электрон не имеет возможности остановиться. Остановить электрон нельзя. Ну а протоны и нейтроны, входящие в состав ядра, считают, что внутри атома они покоятся. Потому что они точка отсчета. Именно от них будут оцениваться все остальные события. И для того, чтобы было для вас понятно все наши дальнейшие игры, вот эти характеристики частиц, плюс к тому, что одноименные отталкиваются, а разноименные притягиваются, вот это необходимо запомнить.